С самого утра на Ульяновском стадионе Волга было шумно и многолюдно. Сюда съехались сборные команды из 16 муниципальных образований региона, около 300 человек разных возрастов, чтобы сдать нормы ГТО и побороться за звание лучших спортсменов Ульяновской области, готовых к труду и обороне. Отдельную благодарность я хотел бы выразить нашему министерству спорта за реализацию на территории нашей области национального проекта «Спорт. Норма жизни». Конкретно в нашем районе по данной программе в этом году будет установлено 12 спортивных площадок по сдаче нормативов ГТО. Сборные команд, как правило, состояли из 22 человек. Но Чердоклинский район привез 35 участников фестиваля. Самому старшему Иршату Айниятовичу Хесьмятову 71 год. В районе участвую там в всяких играх, лыжных соревнованиях. Ну, так себе, так. Не так, не профессионал, а сам себя поддерживает. Участников поприветствовал министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов. Это, в общем-то, федеральная программа. Это сделано для того, чтобы все желающие у нас могли протестировать себя, выполнить нормативы ГТО, посмотреть степень своей готовности, получить знак государственного образца по ГТО, желательно золотой. Мы видим, что сейчас у нас очень много детей приехало, очень много автобусов, лето, солнце, стадионы. В общем-то, это всегда спортивный праздник. Я думаю, что для ребят это стимул стать лучше, быстрее, выше, сильнее. Все наши девизы, они как раз будут воплощаться сегодня на стадионе Волга. Перед началом выполнения нормативов ГТО для участников фестиваля прошла фитнес-разминка, после которой команды разбились по площадкам. Согласно программе, каждый взрослый участник должен был подтянуться, сделать наклоны вперед, отжаться и пробежать 60-метровку. У детей свои нормативы, но они старались не отставать от своих взрослых наставников и родителей. По итогам регионального этапа будут отобраны кандидаты в сборную команды Ульяновской области. И в последующем лучший из лучших представит наш регион на всероссийском уровне. Также победителей призера в личном и командном первенстве будут отмечены наградной и сувенирной продукцией с символикой комплекса ГТО. Командам, принявшим участие в региональном этапе, будут вручены подарочные билборды с символикой комплекса ГТО. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ.